Приветствую, друзья! Вы на Ньюсейдер, и я Александр Кушнарь. У нас 11 января. С нами на связи наш американский коллега из штата Исконсин Юрий Рашкин. Юр, привет! Привет, Саш! Давно не виделись. Приветствую всех зрителей и слушателей канала Ньюсейдер и Слава Украине! Героям Слава. И я напоминаю, что у Рашкина, Юры, есть собственный канал. Подписывайтесь на него. Ссылка в описании. Там же и ссылки на те ресурсы, через которые можно поддержать канал Ньюсейдер. Ну, а у Юры ссылки на его ресурсы, через которые можно поддержать его проект. Так вот, мы сегодня поговорим о критическом моменте. Критический момент заключается в том, что уже середина января, а вот тот проект дополнительной помощи для Украины, в первую очередь, но также и для Тайваня и Израиля, американский конгресс до сих пор не согласовал. И вот сейчас вот не очень понятно, поступают противоречивые какие-то сообщения о том, что вроде бы проект готов, и за него теперь нужно проголосовать. С другой стороны, нету никаких официальных заявлений на этот счет. Лидер большинства демократической партии в Сенате Чак Шумер сделал официальное заявление, опубликовав на веб-ресурсе Сената соответствующее заявление о том, что вот сейчас Америка и мир оказались перед критическим вызовом, и Конгресс просто обязан срочно выделить вот эту вот военную помощь Украине на сумму более 60 миллиардов долларов, потому что от этого зависит в буквальном смысле ход истории. Сохранится ли демократия в Европе, или мы потеряем и Украину, и Европу, и вообще демократию по всему миру. То есть ставки невероятно высоки. То есть он сказал то, что должен был сказать, то, о чем мы постоянно все говорим, но то, что, похоже, не очень понятно и очевидно для некоторых в Конгрессе. Юр, вот объясни, пожалуйста, на самом ли деле вот те республиканцы, которые блокируют фактически помощь для Украины, Израиля и Тайваня, не понимают, что поставлено на карту? Или там что-то другое? Или они понимают, но они готовы, похоже, торговать этим? Важно признать, что Америка функционирует в режиме кризиса лучше всего. Мы привыкли функционировать, когда у нас проблемы, которые срочно нужно решить. Это печально, это тревожно и это очень опасно, потому что если мы сидим и ждем Пэрл-Харбора, когда он произойдет, то он произойдет. Поэтому важно учитывать, что у нас есть прошлое, по которому мы были застегнуты врасплох, которое оттолкнуло нас назад на годы, нас оттолкнуло, но в результате мы, японцы, надеялись, что они нас задержат, за это время они победят, победы у них не получилось, Соединенные Штаты вернулись, разгромили Японию. Но сколько погибших, какой ценой, а с другой стороны все-таки Соединенные Штаты вошли в вооруженный конфликт, не просто стояли и поддерживали союзников, чем могли и снабжением, а послали солдат. И момент, в котором мы сейчас находимся, очень важен, потому что у нас все еще в Соединенных Штатах есть возможность победить в Украине финансами, денежными поставками, поставками оружия, поставками чего-то еще, что не является поставками нашего самого ценного ресурса, наших мальчиков, наших американских солдат. И вот этого понимания, мне кажется, не хватает на республиканской стороне, потому что там другая история. Они абсолютно, естественно, сейчас заняты другим кризисом, который называется «Как нам остаться у власти, учитывая, что идет Трамп?». И в этой ситуации они очень нервничают, и я говорю про республиканских избираний. Все избирательские и республиканские политики находятся в состоянии ужаса и страха от того, что Трамп может показать на них пальцем и сказать «Это не наш человек, этот человек делает вид, что он республиканец, но он не республиканец». Это самое страшное. В этом смысле мне, как демократу, даже как-то интересно наблюдать на ту гражданскую войну, которая разворачивается в республиканской партии, потому что пока что это не горячая война. Просто видишь, как одни политики меняют свое мнение, пытаются прогнуться, пытаются понять, откуда этот ужасный и вонючий ветер воет, и куда им дует, и куда им нужно теперь, значит, нужно подстраиваться. И подстраиваться означает, что нужно игнорировать Украину. Это выглядит очень странно, потому что республиканская партия была достаточно резонной партией, партией, которая противостояла Советскому Союзу. А теперь мы видим партию, которая говорит, что Владимир Путин, это не так уж и плохо, и вообще, что такое плохо. Это опасно, и поэтому так интересно заявление Лиз Чейни, которая сказала, что, возможно, после этих выборов придется создавать новую партию. Я вспоминаю, что сказал Джо Байден, когда его спросили сразу после его избрания, собирается ли он переизбираться через четыре года. Он сказал, давайте посмотрим, если будет еще в этот момент существовать республиканская партия. Что, мне кажется, в принципе, очень дальновидным заявлением, как и многие вещи, которые делает президент. То, что волнует сейчас демократов, к сожалению, мы видим, что демократы хотят помощи Украине, но, видимо, недостаточно, потому что мы видим, что сейчас идет борьба по другим параметрам, по другим местам и по другим частям фронта. Но я рад, что Шумер все-таки вспоминает про Украину, напоминает нам всем, что наша помощь нужна, наша помощь критически важна. И, возможно, это один из способов создать у американцев это ощущение критической важности, напомнить нам, насколько в какой критической ситуации Украина. На это нам напоминает, смотрите, в какой критической ситуации граница. Но на это можно напомнить, что куда уехали республиканцы, если они так хотят этим заниматься. И вот они вернулись. И вот после всех праздников, когда должны были уже проголосовать за помощь Украине, когда должны были уже проголосовать за помощь Израилю, когда уже граница, эта часть должна была быть решена, и дальше нужно было использовать бы эти деньги. Но республиканцы отказываются. Мы видим, что спикер Джонсон буквально вчера заявил, что ему нужно связаться с Трампом, чтобы получить разрешение. Ну, значит, он понимает, насколько он честно говорит о том, что действительно у него происходит. Он человек зависимый, он человек маленький. Если на него Трамп надавит, то кто он такой? Он не может противостоять. Республиканской партии в Конгрессе, ну, сейчас по правилам их, один депутат может потребовать голосование по поводу отзыва спикера Палаты представителей. Один человек. А таких одного человека там найдется. Учитывая, что их преимущество падает, они все время, значит, еще один ушел в отставку, так сказать, одного выгнали, другой стал президентом университета. И преимущество республиканцев все сокращается и сокращается. Но они держатся до последнего, потому что, в принципе, Трамп не хочет помогать Украине. В принципе, Трамп делает все, чтобы донести до своих подопытных официальных лиц, сказать, что Украине помогать нехорошо. Вы за это поплатитесь, я в этом вам припомню. Мы видели, как буквально вчера произошли дебаты между Десантисом и Ники Хейли. И Ники Хейли сказала, что украинцы это свободолюбивые люди, это свободолюбивая страна. Мы должны им помогать, чтобы предотвратить войну. Замечательно, давайте. А что говорит Десантис? Нет, говорит, она втянет нас в следующую войну, это опасно. В общем, а Трамп предлагает просто выйти из НАТО. Сказал, что НАТО это мертво, если он президент. У нас приняли закон теперь же, что он президент не может единолично вывести страну из НАТО. Интересно, для кого такой закон был принят? Просто так, почему? Почему? Но Трамп и так заявляет, что он ничего не будет делать. А если он ничего не будет делать, то заставить его делать очень сложно. Тут ведь вопрос не только в самом Трампе. То есть мы же прекрасно понимаем, что никакого Трампа не было бы, если бы не было тех избирателей, которые верят в Трампа и готовы голосовать за Трампа, из-за исключительно тех республиканцев, которые получают одобрение от Трампа. То есть произошло какое-то такое цементирование специфического слоя людей в Америке, которые условно называют трэдныками. То есть это вот за все хорошее против всего плохого, за старое, доброе, за зеленую траву и голубое небо, которые когда-то были зеленее и голубее, чем вот сейчас. То есть вот скажи, этих людей на самом деле, насколько много, насколько они влиятельны вообще в американском обществе? Ведь если судить по поддержке Трампа, то это как минимум каждый третий в Соединенных Штатах. То есть кто эти люди? Это люди из деревни, это люди в глухих каких-то местах, вот как, знаешь, из вот этих вот фильмов ужасов, вот про них, наверное, эти все истории, триллеры всякие, когда люди совершенно по невообразимой для обычного человека причине, значит, устраивают какие-то там серийную резню или еще что-то. Вот это вот бензопил, как это называется-то, ну резня с бензопилой, вот это вот про них, мне кажется, да? Ну, может быть, ты точнее напишешь, ты же там живешь, ты же видишь, кто эти люди, которые выбирают, вот человека, который просто, да, говорит, что, а давайте мы сейчас запретим аборты и давайте вернем старые добрые времена, значит, ну, конфедерации, условно говоря, да, когда было рабство, когда можно было прямо сказать про черные дыры, да, ну, я думаю, все понимают, о чем речь идет, а кто не понимает, тот может загуглить, как Трамп отзывался о чернокожем населении, да, и так далее. Вот скажи, пожалуйста, что это, кто это? Ну, конечно, нельзя, как бы, снимать со счетов расизм, это важная составляющая республиканского электората и почему русскоязычные так часто поддерживают Трампа. Но в Соединенных Штатах достаточно четкая линия водораздел происходит по уровню образования. Это один из способов разделить тех, кто поддерживает даже республиканской партии, скажем, Никки Хейли или Рона Ди Сандеса и Трампа. Никки Хейли – это люди, это республиканцы, которые недовольны Трампом, которые, вот, это, мне кажется, должно быть в этом смысле логично достаточно видеть русскоязычных, которые интересуются Никки Хейли, потому что это более рейгановский республиканец, который поддерживает активную внешнюю политику. Это в Соединенных Штатах, это пригороды, это люди, которых Трамп как бы отпугнул, но они продолжают, демократы им не нравятся, демократы им не близки, они не хотят, так сказать, то, что хотят делать демократы, это их не устраивает. Но Трамп их пугает. И что у них посередине? У них посередине Никки Хейли. И вот Крис Кристи сейчас только что вышел из гонки, чтобы, хотя он абсолютно не верит в шансы Никки Хейли, и с ним трудно поспорить, но, тем не менее, его выход из гонки дает ей как бы еще небольшую возможность, потому что сказали, если она проиграет, то Крис Кристи все будут винить тебя. Он сказал, нет, мне этого не надо, и вышел из гонки. Республиканцев с образованием просто недостаточно. Их слишком мало. И мы видим, что когда республиканцы любят публиковать мим, когда показывают страну синюю и красную Соединенные Штаты, и видно, что синие такие чуть-чуть, а красные – это все остальное. Но, друзья, земля не голосует. Только потому, что республиканцы живут в негустонаселенных местах, говорит больше о идеологии этой партии и на кого она рассчитана, чем о популярности. Потому что мы видим по популярности республиканцев, ну и количество сокращается их. Это демографические для них проблемы, что и почему такое ярое противостояние. Потому что эти люди считают, что они теряют Америку. Они считают, что, знаешь, люди, которые идут за Десантисом, это люди, которые недовольны Трампом, потому что он недостаточен. Они скептичны к тому, что… Значит, смотри, демократическая коалиция состоит из трех частей. Это меньшинства, это профсоюзы и это высокообразованные. А республиканская коалиция состоит тоже из трех частей. Это Трампы-лоэлисты, это Трампы-скептики и те, кто не за Трампа. То есть их отношение к Трампу теперь означает их положение в республиканской партии. Значит, надежда на то, что… А при этом скептики еще недовольны, как Стрелковый Гиркин. И они скептики Трампа, потому что они ему считают, что он недостаточен. Он как бы говорил, но не сделал. То есть он недостаточно Трамп. Вот знаешь, как говорят, что есть ультрашовинисты русские, которые недовольны Путиным, потому что он недостаточно Путин. Вот именно, ты абсолютно прав. Это люди, которые недовольны Трампом, потому что он просто недостаточно Трамп. Им хотелось бы, чтобы Трамп был еще по-трампее. Но вот такие люди есть, и для них есть Рон Десантис, но он видит, что у него нет пути выиграть номинацию. Все-таки достаточно людей, которых устраивает Трамп, какой он есть в республиканской партии, а те, кто хотят Десантиса или Ники Хейли, их, кажется, будет недостаточно. Я не знаю, насколько это отвечает на твой вопрос, но эти люди, ты прав, потому что проблема не в Трампе, с одной стороны, а проблема в десятках миллионов людей, которые его поддерживают, которые за него проголосовали, проголосуют. Это вообще катастрофа, потому что партийная принадлежность. Люди говорят, вы знаете, я, меня Трамп не устраивает, но если он будет кандидатом от нашей партии, ну я за него проголосую, как бы, ну а что мне остается? Надежда тут из тех репортажей, которые я слышу, только на людей, которые действительно религиозны, которые действительно считают, что, ну, есть какие-то стандарты морали, потому что Трамп в них не вписывается никаким образом. И когда люди говорят, вы знаете, ну я просто не хочу, чтобы это было примером для моего ребенка, я просто не хочу, чтобы мой ребенок рос в стране, где вот такое поведение считается приличным, это же аморально. Это замечательно слышно от республиканцев, понимаешь, что их там мало, но какие-то люди есть, а поскольку выборы будут достаточно близкими, то любая потеря каких-то там нескольких процентов для республиканцев может сыграть решающую роль. И вот в связи с этим как раз все время вопрос по поводу Хейли. Хейли – это вот тот серединный кандидат, рейгановский кандидат. То есть, получается, что для среднестатистического республиканца важно не наполнение, важно никто, а вот важен сам факт от республиканской партии, кто бы ни был. Ну, Трамп, значит, за Трампа, Хейли, значит, Хейли, Десантис, значит, Десантис. И вот по этой причине я не могу понять, если у республиканцев есть реальный выбор. Вот сейчас вот праймерис, сейчас будут вот эти вот, ну, кокусы там и так далее, вот, да, выбирать единого кандидата. Ну, хорошо, избиратели, допустим, они могут ошибаться где-то, да. Так, почему бы республиканской партии, учитывая, что Хейли догоняет постепенно Трамп, взять и не выставить ее, тогда вот эти избиратели, в большинстве своем все-таки не зацикленные, допустим, на личности Трампа, они будут вынуждены голосовать за Хейли. Но, кроме того, за Хейли проголосуют очень многие разумные республиканцы. И многие, кстати, я уверен, нейтральные, да, и даже какие-то демократы, потому что Байден их не устраивает из-за недостаточной решительности. Потому что он недостаточно Байден, вот, тут уже такое появляется. И Хейли абсолютно беспроблемный кандидат, да. Институции американские разрушать не будет. Укреплять международную безопасность, над безопасностью США будет. Она будет помогать Украине, у нее есть четкая политика, у нее такой более рейденовский взгляд. Ну, я посмотрел, конечно, она тоже в некотором смысле жертва вот этих вот веяний среди республиканцев. То есть, например, она там за ограничение аборта после 15 недель. Там она еще какие-то такие... Она республиканка, тут нет вопросов. Да, ну, есть там кое-какие популистские, если честно, пункты. Ну, давайте будем как бы списывать это все на текущую вот эту вот конъюнктуру, на текущий контекст. Но в целом она, конечно, невообразимо лучше, чем Трамп. Да, это возможно возвращение Америки как международного полицейского. Для ее союзников, для союзников Америки это очень большой плюс, конечно. Не знаю, как для американцев. Ну вот, так а в чем проблема? Ну, а почему сейчас республиканская партия все-таки собирается, по всей видимости, выдвигать Трампа? В чем проблема? Ну, хорошо, республиканцы, окей, они боятся. Проблема в республиканском избирателе. Потому что нужно убедить этого избирателя, вот иногда это бывают достаточно странные люди, и вот их нужно убеждать, вот этих людей, которые согласятся, у нас сейчас холодно, наконец похолодало, и все снегом завалено, и к 15 января, когда в Аеве будут хокусы, еще больше будет снега, еще больше будет холода, и люди должны будут прийти и провести несколько часов вот на этом заседании, когда они будут голосовать. Голоса будут подсчитывать. Это не праймари, когда пришел, проголосовал и ушел, а это хокус, когда нужно сидеть, и это занимает несколько часов. Вот такие люди, им все равно, что партия говорит, у них в голове что-то свое. И у республиканцев им 4 года уже, Трамп морочит голову, 3 года, что у него украли выборы. И он поэтому избирается не как бывший президент, который проиграл выборы, а как инкамбент, как действующий президент, который переизбирается. И в этом смысле даже как-то странно, что у него такая низкая поддержка, потому что с точки зрения рядового республиканца, он как действующий президент должен получать как Байден 70-80% поддержки, а он с трудом на 50% натягивает. Так что тоже дает надежду, но нет никаких комнат, наполненных дымом, как говорили у нас, сигарные комнаты, наполненные дымом, где решаются, что произойдет с партией. Возможно, что если будет полный бардак, и мы дойдем до конвенции, и на конвенции надо будет разбираться, там есть еще какая-то надежда, что какие-то люди имеют более большое значение, чем другие люди, и какая-то будет элита, возможно, ну доноры партийные там разные, которые в режиме конвенции могут что-то сделать. Но этого давно уже не было, поэтому, я не знаю, 70-е, 60-е годы, в принципе, привыкли к тому, что люди голосуют, и поэтому ответственность на избирателей. Вы знаете, господин Трамп, мы вас обожаем и любим, но вот избиратели, сволочи, подвели, подвели великого лидера. Поэтому это такое еще желание политиков свести рейдсы на кого-то другого, на миллионы людей, но мы не знаем. Мы пытаемся контролировать этих ужасных избирателей, запихать их в какие-то округа конгрессионные, но они все равно просто вырываются и голосуют просто непредсказуемо, извините, господин Трамп и госпожа Хейли. Поэтому, конечно, республиканская элита очень бы хотела, чтобы это был не Трамп. Те, кто вот вкладывают деньги, вложили 200 миллионов десантиса. И что? И сдулся этот воздушный шарик, потому что избиратели должны в конце концов это поддержать. А что ж в Хейли не вложили 200 миллионов? Вложили сейчас в него большие деньги, но этого может быть недостаточно, потому что, понимаешь, с одной стороны, деньги, это, конечно, приятно, а с другой стороны, вера. Вера великого оранжевого Иисуса, который просто Богом был послан. У республиканцев это заходит до такого уже просто не смешно. В Нью-Йорке на главной странице нарисовали Трампа как Муссолини, который марширует из прошлого в будущее. Но вот такая партия, такие избиратели, так им нравится. Мне кажется, ты знаешь, это связано, возвращаясь к несчастному, ужасному Парл-Харбору, у нас нет того уровня ветеранов. У нас просто, у нас есть ветераны, они замечательные люди, я их уважаю, помогаю и так далее. Но вот того количества и влияния, которое произвела Вторая мировая война на мир, мы видим, что это влияние проходит, когда уходят эти люди. И вот это понимание, что такое мировая война, реально. У меня ощущение, что люди, которые через это прошли, нам просто очень сложно это представить. А то поколение покидает нас. Но мы-то с тобой понимаем, мы с тобой не воевали. Но почему мы это понимаем лучше, чем вот те республиканцы, которые сейчас, по сути, давай будем честно говорить, трясутся за свои кресла. Это же, они боятся свое кресло потерять сейчас. Ну, как так случилось? То есть, это, ну, какой-то, не знаю. Да, деградация, и мы это видим в смысле возраста политиков, которые стареют. Но это нужно, потому что для того, чтобы удержаться, так сказать, это не их личная вина, а не вот такая ситуация сложилась, что два практически 80-летних человека оказались нашими лучшими кандидатами. Или то, что люди, которые избираются в Конгресс, это люди, не которые думают о стране, не которых что-то волнует, это люди, которые могут собрать на это деньги. Это все. Вы хотите участвовать в этой гонке? Купите себе автомобиль. Вы не можете купить автомобиль? Ну, извините, тогда стойте и аплодируйте, или бросайте, так сказать, помогайте тем, у кого есть деньги. Опять же, деньги в нашей избирательной системе, ведь Трамп сейчас собирает большое количество денег не у этих элит, которые ему, не на которые, как бы, ну, почти уже решились вернуться к нему, потому что, ну, он, видимо, будет представителем. А это именно миллионы избирателей, которые теперь посылают небольшие суммы и могут поддержать любого карнавального шарлатана типа Трампа, который рассказывает, что подходи, у тебя тоже есть шанс выиграть, мы здесь все замечательные ребята, все у нас хорошо на нашем карнавале. Вот таких людей можно, оказывается, достаточно легко развести. И плюс, когда нет высшего образования, и у людей нет критического мышления, нет привычки задавать вопросы, нет привычки спорить, но это просто люди, которым в этом смысле очень нужен был профсоюз, потому что это была система, которая отстаивала их интересы, вне зависимости от того, что они там конкретно думали, какие у них тараканы были в голове. А вот теперь эта система возрождается, и важность тут такая, сможет ли Байден построить опять свою коалицию к выборам? Потому что сейчас мы видим развал республиканской партии, морочили голову, ты прав, Микки Хейли, было бы правильно, чтобы она выиграла, но это не та партия, в которой сейчас правильно и побеждают. Поэтому это все ляжет на нас, как и на избирателей, вот смотрим это, слегка устрашаемся, крепимся и регистрируемся избираться. Ну а что ты думаешь, вот все-таки есть шанс в ближайший месяц хотя бы согласовать вот этот проект для Украины? Потому что что-то у меня уже, например, надежда как-то падает, судя по заявлениям. Ты знаешь, надо верить в победу Украины, и надо верить в Байдена, потому что невероятно опытный политик, когда республиканцы и всякие там любят его критиковать за то, что он такой старый, это ну просто взять опыт человека, взять старого хирурга и сказать, вы знаете, он там оперировал 50 лет, такой старый хирург, вы знаете, как старичок, который оперировал Ельцина, помню, Ди Бейки, что-то такое, такое существо было, совсем старенькое, но операцию пациент пережил, выжил, и, так сказать, так что старый хирург ничего не означает. Поэтому надежда здесь на старого политика, который разрулит эту ситуацию, потому что он возьмет у него в команде умные ребята. И вот это все, вот это попытки, которые меня просто, ты знаешь, они только раздражают, поскольку они такие тупые. Попытки сказать, что разные люди в администрации проталкивают свою повестку и влияют таким образом на результат. Смотри, Байден был за Украину, еще когда Обама не хотел ее поддерживать, так активно, как ее поддерживает Байден. Ну и что, Байдену что-то удалось? Нет, он был вице-президентом у Обамы, и он поддержал политику своего президента, как и полагается, приличному политику. Или уходишь из администрации, и все, посередине нету. Вот такой, знаете, я буду Уильям Бернс, я буду директором ЦРУ, и играет тут какую-то двойную, тройную игру. Вон, этого не бывает, это такой позор, такое говорить о монолитике, или как национальный советник, который делает что-то против национальных интересов страны или президента. Ну это глупо, это детский сад, это просто детский сад, потому что так это не работает. А то, что сейчас будет происходить, ну вот значит надо разбираться, потому что если республиканцы не согласятся выдать миллиард долларов, которые потребуются, то Байден будет их искать в других местах. Уже сейчас готовится законопроект о том, чтобы забрать у России ее эти 300 миллиардов наворованных денег. И интересно, я всегда смотрю за президентом, потому что он нам преподает уроки. Он пытается научить наших политиков опять договариваться. Он пытается заставить их, чтобы их подтолкнули, их избиратели, они прислушались к ним, и они пришли к этому столу переговоров. Поэтому он хочет, чтобы у нас был закон, по которому мы забрали эти деньги у России. И Майн Джонсон сказал, спикер палаты представителей, что это было бы поэтично, забрать эти деньги у России. Прекрасно. Вот значит Байден хочет, чтобы был закон по поводу этих миллиардов, и чтобы страны G7 опять же вместе, потому что Байден любит строить коалиции, собрались вместе и забрали эти 300 миллиардов у России. Если это произойдет, то в каком-то смысле 61 миллиард может показаться не такой большой суммой. Но я все-таки надеюсь, я провел себе новое интервью с генералом Ходжесом, который очень надеется, что в феврале, что в феврале удастся договориться и по поводу 61 миллиарда, и по поводу 300 миллиардов. Так что я говорю, значит, может быть, очень хороший месяц для Украины, февраль. Он говорит, да, если это произойдет. Так что надеемся, продолжаем давить. Мне кажется, сейчас очень важно писать как никогда. Если зрители и слушатели твоего канала находятся в Соединенных Штатах, обязательно пишите и связывайтесь с вами конгрессменами и сенаторами, потому что это две позиции. Знаете, писать в местный горсовет по помощи Украине не поможет. А вот конгрессмены и сенаторы – это люди, которым сейчас очень важно слышать от нас. Потому что они, знаете, ну кто будет говорить про Украину? Либо вы с нами, либо официальные лица Украины. Вы знаете, кто это такие, как вы им доверяете. Или кто. Поэтому, друзья, надо брать работу на себя и спасать Украину. Потому что мы с вами, ты абсолютно прав, Саша, мы с тобой лучше понимаем и достаточно хорошо понимаем и больше понимаем, чем простые американцы, которые, ну и по-русски-то, слава богу, не говорят. Поэтому нам нужно тут играть какую-то важную ключевую роль, вот как переводчики, как мосты, соединяя. Спасибо тебе то, что ты это делаешь. И вот стараясь выполнять свою, так сказать, использовать свою возможность. Это все, что мы можем сделать. У нас, вот у меня есть привилегии. Я оказался в Соединенных Штатах. Ну что я с этой привилегией делаю? Пытаюсь помочь другим. Так что слава Украине, будем пробиваться. А вот каким образом мы пробьемся, тут можно много, есть много вариантов. Я на самом деле думаю, что в Америке примерно каждый второй понимает значимость помощи для Украины. Это не так мало, не так много, наверное, как нам хотелось бы. Просто вот важно, чтобы понимание было на высшем уровне вместо вот этих манипуляций, которые сейчас происходят. Хотя я понимаю, за что идет битва там в качестве повода южной границы. Ну и реальная проблема – это, наверное, нелегальные мигранты в гигантских количествах, миллионы. То есть представить, что в Европу, например… Саш, это надо уточнить, что то, чем занимается наша республиканская партия, это антиамериканская деятельность. Потому что нам срочно нужны эти иммигранты как рабочие силы. Ну они действительно дают очень серьезный вклад в экономику. И исследование есть. Ну да, поэтому просто вместо того, чтобы сказать, вот ваш документ, иди работай, плати налоги. А если ты что-то сделаешь, мы тебя возьмем за шкирку и с тобой разберемся. Потому что мы знаем, кто ты, где ты, и все это нам понятно. Нам просто говорят, нет, надо их ловить, отлавливать, устраивать из этого кризис. И тогда срочно избирать Трампа под это дело. Да. Дело в том, что вообще нужно понимать, что Запад нуждается в увеличении числа населения. Потому что самое слабое место Запада – это его стареющее население. Это, по сути, демографическая зима. И вот Соединенные Штаты в этом смысле единственная страна Запада, которая может хоть как-то по населению конкурировать с этими гигантами, такими как Китай и Индия. Количество в данном случае все-таки имеет значение. И нужно понимать, что все-таки мигранты, которые бегут с этих вот ненормальных латиноамериканских, южноамериканских стран, пребывающих в перманентных кризисах, бегут с США, это же, ну наоборот, признак того, что они считают Соединенные Штаты хорошей страной, где они хотят реализоваться. Проблемы есть всегда. Всегда будет просачиваться какой-то наркоэлемент, мафиозный элемент и так далее. А где этого нет? Но это вот та небольшая цена за реальный прирост населения. Население, которое, ну, оно ассимилируется. Мигранты ассимилируются. Они дадут поколение новое, американцев уже чистых, да. И поэтому я думаю, что, ну, нужно мыслить стратегически, то есть найти баланс. Ну, а вот то, что сейчас все республиканцы предлагают, ну, как сказать, это же чистый популизм, да, оградиться. Но Америку сделали мигранты. Это, знаешь, это очень печально действительно наблюдать республиканскую партию, которая дошла до такого состояния. Но я просто хочу дать надежду нашим замечательным зрителям и слушателям, потому что есть два главных вопроса. Во-первых, когда помощь Украине? А во-вторых, как сделать так, чтобы Трамп, вообще, кто победит на выборах? И помощь Украине я описал, насколько я знаю. А с Трампом я просто хочу, чтобы люди понимали, несмотря на Украину, несмотря на Тайвань, наши местные дела волнуют нас намного больше. И это не плохо, не хорошо. Это просто... Я не хочу входить в оценку этого. Это просто нужно признать. И признавая это, нужно признать, что тот факт, что Трамп забрал право конституционное у женщин в Америке на аборт, он просто себя наибал очень навсегда. Потому что после этого решения Верховного Суда республиканцы не могут выиграть выборы. Их красная волна растеклась. У них не получается... И это дает невероятную уверенность команде Байдена, который, что что бы они ни делали, в конце концов, все будет нормально, потому что женщины нас спасут. Это такая слегка интересная такая позиция, потому что... Но, с другой стороны, Байден не популист. Он никогда не был популистом. Он центрист. Это совсем другая политика. И я просто надеюсь, что за то время, что он находится в Белом доме, он научит, он уже учит политиков будущего, как подходить к решению проблемы, что по этому поводу делать. А то, что у нас хотят забрать у женщин право на что делать со своим телом, и мы уже видим, что женщины закупают таблетки, которые используются при абортах, домашних уже заранее, просто вот, ну, понимают, женщины понимают. И демократия. То, что воздвигнуло Байдена изначально избираться, продолжает оставаться темой. У нас могут забрать право выборов. Это так фундаментально, что никакая Украина нас тут даже дальше не может подтолкнуть. Если у нас нет выборов, то что у нас за страна? Какие это не страна? Это вопрос уже даже не об эмиграции. Самое важное для нашей страны это возможность решать, кто нами управляет, чтобы мы это могли делать. И опять же, это также проблема, потому что когда человек берет на себя всю власть, то потом все проблемы связываются с этой властью. Это видно во всех авторитарных государствах. Почему демократии должны выживать? Потому что, как бы, ответственность расходится. Никто до конца, на кого не может свалить, все время что-то движется и не застывает. Но Трамп хочет, чтобы это затвердело, чтобы мы стали диктатурой. И я думаю, что женщина его прокатит, меньшинства его прокатит. Я думаю, профсоюзы его прокатят. Образованных он уже давно отпуганул. Ну, что я могу тебе сказать? Не ждите своего Перл-Харбора, понимаешь? Не ждите. Потому что этот Перл-Харбор будет не только ваш, но он будет наш всеобщий. Запад. И я хочу честно сказать, что я процитировал Айдера Муждабаева, когда он это, вот это выражение по поводу Перл-Харбора, потому что я чувствую, что мы ждем. Я чувствую, что мы вот как-то, ну, пока не произошло, пока не произошло, можно дальше двигаться. А ведь, ведь произошло же в прошлом. И вот эта уязвимость наша большая, которая, за которой произойдет невероятная реакция, пока что Бен Ходжес даже не видит как варианта, при котором НАТО может вмешаться. Но это не означает, что оно не может вмешаться. И это вот этого кризиса, мы все ходим вокруг с закрытыми глазами. Это очень опасно. Да. Ну, не надо повторять русских ошибок, а ждать, когда клюнет жареный петух. Вот. Не ждите, когда он клюнет, не ждите Перл-Харбора. Потому что он, еще раз говорю, очень дорого будет стоить. Всем нам. Да. И я не знаю, если это будет что-то связанное с атакой на нашу медицину, с атакой на наш интернет, с атакой на что угодно. Потому что мы большое, открытое, уязвимое общество. И люди, как бы, но с другой стороны, если это, не дай бог, произойдет, то как легко будет тогда всех собрать под флагом и дальше что-то делать. Но это невероятной ценой. Понимаешь, дело в том, что Перл-Харбор может быть не в Соединенных Штатах и даже не на американских базах за пределами Штатов. Это может быть тот же Сувалковский коридор. Тогда это не Перл-Харбор. Но я хочу сказать, что если мы воспринимаем коллективный Запад вот как единое тело, все-таки, то любой удар по НАТО вот такого рода, как Сувалковский коридор, это удар по Соединенным Штатам, по их репутации. Конечно, я понимаю, что американцы воспринимают это по-другому. Они это воспринимают вот буквально. Это должен быть удар по Штатам непосредственно. А если нет, то это не удар по Штатам. Я это понимаю, конечно. Но, поверь мне, в мире это будет восприниматься вот так. В мире это будет воспринято как именно удар, потому что Штаты не смогли защитить своего союзника по НАТО. А вот, между прочим, нынешний расклад США таков, что я не очень верю. И не только я. И да, Байдену, конечно, большое спасибо за все, что он проделал. Но доверие к администрации, вообще к Штатам очень серьезно подорвано. И из-за действий республиканцев, и из-за того, что администрация Байдена, как считают военные эксперты, очень серьезно все-таки затормозила именно нужную, ключевую, важную помощь. Поэтому это нехорошая тенденция, и переломить ее нужно чем-то очень радикальным. Например, этот закон, который был бы экстренно принят по поводу 300 миллиардов России, это было бы очень важно. И главное, чтобы эти 300 миллиардов как можно быстрее могли бы начать изыматься. Спасибо тебе огромное тогда за вот эту беседу. Пожалуйста, я тогда быстро-быстро отвечу. Вопрос, знаешь, когда я знаю, как депутат, если мы приняли решение, против которого я голосовал, я голосовал против, а мы его приняли, все равно на мне лежит ответственность. И в этом смысле ответственность на всех американцах и на всех наших политических партиях. Но просто нужно признать, что республиканская партия стала партией голого короля. Они не видят, что он голый, они не видят, как это влияет на репутацию, они не видят этого. И что у нас выведет, какие заморозки выведут эту партию в состояние голого короля следования заявления, что его одежда прекрасна, не знаю. Надеюсь, что никто не... Я надеюсь, что мальчик, который крикнет, что король... Мальчик, которого услышат, сам от этого не пострадает. Спасибо тебе большое за беседу. Юрий Рашкин, его канал Рашкин Репорт, ссылка в описании и там же ссылки на те ресурсы, через которые можно поддержать Ньюсейдер. Друзья, всего доброго. Юра, пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова